Приветствую постоянных участников моих встреч и всех зрителей. И мы снова в районе Ранники, и мы снова примерно там же, где были на прошлой нашей встрече. Потому что, собственно, предмет нашего рассмотрения, это Воробьевское шоссе. До этого была Воробьевская набережная, а теперь Воробьевское шоссе. Я не стал их объединять, потому что все-таки совсем разные вещи. Одно дело Воробьевская набережная, которая вдоль Москвы реки проходит, а другое дело все-таки Воробьевское шоссе, которое, ну, действительно, является настоящей улицей. И, в общем, с Морской рекой как-то совсем не связано. Хотя она, конечно, ясное дело, рядом проходит, но все-таки это немножко разные объекты. Здесь уже настоящие автомобильные движения, настоящая улица, даже называли шоссе. Поэтому, собственно, наверное, объединять их было бы неправильно. Так вот, собственно, шоссе это проходит от Бережковской набережной Москвы реки, третьего транспортного кольца и, собственно, Лужнецкого моста как раз через МЦК, который проходит поверху здесь, над набережной, да, и на Бережковской набережной, соответственно, над Воробьевским шоссе. Это перегон между железнодорожными платформами Кутузовская и Воробьеву горы. Вот. И, собственно говоря, проходит как раз вот, то есть, от третьего транспортного кольца, от МЦК и от Бережковской набережной и до Мосфильмовской улицы и улицы Косыдин. То есть, там идет такой перекресточек и дальше, соответственно, продолжает Воробьевская шоссе, это Мосфильмовская улица. Ну, а, соответственно, слева отходит улица Косыдин, которая как раз идет по верху Воробьевых гор. Собственно, само это шоссе находится между природными заказниками Воробьевого гора, о котором я уже рассказывал в прошлый раз, и долина реки Светлень, которая находится с правой стороны, да, и, собственно, раскрыт в долине этой речки Светлень, здесь у него устье. Вот, довольно-таки такой большой заказник туда идет, дальше до Светленьких проездов. Вот, и по шоссе организовано двухсторонний движение транспорта, по три полосы в каждом направлении. И еще небольшая буферная полоса в середине между трещинами потоками машин. Ну, действительно, по количеству полос это действительно шоссе, да, ну, конечно, может быть, и такое, и классическое шоссе, где там может и 4, 5, 6 полос, да, все-таки там, сейчас обычно шоссе там побольше, чем три полосы, хотя раньше очень многие шоссе были по три полосы, да. Сейчас просто, как правило, число полос увеличивает, да, стандартная конструкция, Ленинградское шоссе, и Челковское шоссе прошло реконструкцию с увеличением полос. Вот, но, в принципе, по сути дела, конечно, по ширине, она, это действительно похоже на шоссе. Ну, вот по длине, а длина этого вороберского проезда составляет всего меньше километра, около 900 метров, да, ну, конечно, шоссе это никак не тянет. Вот, ну, действительно, просто, наверное, улица широкая, да, наверное, так можно назвать. Вот, ну, действительно, поскольку улица такая широкая, то решили назвать шоссе. Бывает. Вообще, на аналогии в Москве не так много таких, да, чтобы такая была, в принципе, широкая и совсем короткая шоссе. Не так много. Ну, просто когда-то оно было побольше, поэтому я сейчас объясню, сейчас расскажу, почему, в принципе, назвали шоссе. Дело в том, что, само название я уже рассказывал, да, что произошло в Воробьево горы, там, в Воробьевской шоссе, в Воробьевской набережной, вообще-то, слово от села Воробьево, да, которая, в общем-то, Воробьево горы, местность такая на высоком берегу Москвы не книг. Ну, и, собственно говоря, село это известно. Вся эта местность, она дана по селу Воробьеву, да, которая известна примерно с 14 века, и одно время принадлежало Андронику монастырю, потом великим князям и царям. Ну, с 19 века здесь были дачи в этой местности, дачные, так сказать, дома, и еще долго они стояли вдоль этого шоссе и в окрестностях. Ну, а в 1922 году и село Воробьево, и вся эта местность, они вошли в состав города Москвы. Вообще, когда-то раньше, эта дорога здесь проходила дорога по этой местности и вела она, собственно говоря, из Калужской заставы, село Воробьево. Вот, то есть, может быть, из центра Москвы, да, не как сейчас там от Бережковской набережной, да, а вела она от самой Калужской заставы. Но это не было как у шоссе, нет, такая шоссе не было. Это просто была дорога, да, поезжая часть, которая вела, соответственно, вот из центра города и село Воробьево, которое, как я еще раз говорю, принадлежало, было в Великокняжестве, было в дворцовом государстве. Поэтому там был дворец царский, да, и, естественно, что туда приезжали царисы, свои свиты и понятия. То есть, это шоссе, конечно, имело большую значку. Ну вот. А, собственно говоря, само шоссе, вот непосредственно вот это, да, оно возникло, в общем-то, вот современный, как раз, вот трасса, да, примерно, оно возникло и было названо в 19-ом месте. Ну, естественно, на месте примерно той дороги, которая, кстати, проходила как раз от Калужской заставы и до села Воробьево. Вот. И дело в том, что оно, в общем-то, проходило, оно было намного длиннее. То есть, проходило оно не только от Бельшовской набережной, да, а оно проходило по, так сказать, прайс-современной улице Косыгина, да, примерно туда, вот, как раз до, так сказать, ну, как там проходит улица Косыгина, там, до площади Гагарина, да, вот, ну, примерно как раз туда, до площади Гагарина, и дальше туда, вот, соответственно, уже, Ленинский проспект, да, и дальше туда уже Калужской заставили. Вот такое длинное было шоссе. Потому оно и было названо. То есть, оно, так сказать, проходило, в общем, практически было занимало вот всю улицу Косыгина, и еще туда дальше подозревало. Поэтому, конечно, название шоссе тогда было оправлено. И в то время, как я говорю, в 19 веке еще тут были дачи с несколькими воробьевскими и ново-воробьевскими проездами, воробьевскими, так сказать, которые проходили мимо дачи. Ну, эти проезды сейчас застроены или, так сказать, просто упразднены и, соответственно, озеленены. Зеленая зона сейчас проходит. Сейчас это территория заказников природных, о которых я говорил, в Воробьевы горы, соответственно, долины реки Сьетон. Ну, а когда-то тут вот были дачи находились. В 1950-х годах это шоссе было реквеструировано, озеленено, и в него была включена большая Воробьевская улица. И вот в 1881 году большая часть шоссе была названа улицей Косыгина. Ну, после смерти этого знаменитого в советское время политического деятеля советского, да, представители правительства СССР как раз вот не назвали большую часть этого шоссе улицы Косыгина. А то, что мы сейчас видим, да, это, в общем, такой небольшой остаток, былого такого длинного, протяженного Воробьевского шоссе, большая часть которых, как я сказал, с 1921 года, но есть название улицы Косыгина. А это вот такой небольшой остаток, он такой-то остался. И вот с этим именно связано, да, вот почему, собственно говоря, шоссе, да, вроде такое название, а тут всего такой короткий. Ну, поэтому, потому что большая часть шоссе назвали улицы Косыгина. А то, что мы имеем, это вот небольшой такой остаток. Ну вот, что касается застройки. Я хочу сказать, что является это шоссе спецтрассой, по которой приезжают президентские поистине кортежи, кортежи высших чиновников, и шоссе является, так сказать, объектом пристальной охраны служб ФСО. Ну, собственно говоря, служба ФСО как раз совсем рядом находится, в гостигоедомнике, они, в общем, прям буквально на улице Косыгиной находятся, и фактично выходят как раз на Воробьевское шоссе. Так что здесь охрана куда лучше. Нет, ну, выходить можно спокойно, никаких проблем нет, но естественно, что вести себя на ту культурную, ну, в общем, как и всегда, и визненно. Ну, просто, когда эти кортежи проезжают, ну, понятно, что это игровое движение, да, и по этому шоссе, там, и по окрестным улицам могут перекрывать, ну, по трассе следный кортеж. Поэтому вот с этим связано. Поэтому вот в этих, конечно, выставляют патрули, выставляют всякие, блок-посты, да, ну, на трассе движения, чтобы, как говорится, сторонние машины, они не мешали, ну, и люди тоже, не мешали следы никакой. Вот в этом все, в общем-то, и дело. В этом заключается в основном охрана. Ну, и вот так, конечно, ядом, более пристальным состоянием дорог, хозяйство прилегает. Ну, что, все объекты, которые находятся на этом шоссе, они имеют, соответственно, нумерацию только по четной стороне. Ну, то есть, если идти от начала шоссе к концу, то по правой стороне. Правая сторона – это все объекты. Что касается левой стороны, то это Воробьевый город. Воробьевый город, и там, собственно говоря, ну, природный заказник и дома ФСО. Как я говорил, пестивые домики, там, за высотными заборами, практически мирно, немножко, крыша, там, да, ну, может, верхняя часть. Все остальное там закрыто заборами, и все эти домики, они сейчас по улице Косыгина. Ну, когда-то, наверное, числится, понятно, по Воробьевскому шоссе, но тогда и не было ФСО. Вот, наверное, очевидно, были, так сказать, культуры КГБ, правительственные, там были правительственные дачи, рядом находится резиденция Никиты Хрущева, но я еще об этом, бывшей резиденцией, конечно, вот, Никита Хрущева, и я еще об этом расскажу, когда будем участвовать на улице Косыгина. Вот, ну, в общем, короче, да, с левой стороны, там вот эти домики ФСО занимают, их довольно много там, около десятка, и вот они там на большой территории, прилегающей территории за забором находятся, и, соответственно, в начале шоссе, так сказать, мы видим Устерик и Сетане тоже, да, уже за мостом. Ну, а с правой стороны начинается это шоссе дворцом Торжест Сафиса, вот, под номером 2Б трехэтажное здание 2005 года, восточном Филе построено, где проходят всякие торжества, мероприятия праздные, ну, в основном, известных людей, конечно, богатых, которые могут за это заплатить. Ну, все там, зал в таком красивом Филе, в изысканном, в таком порочном, да, ну, и сам, там у Дали довольно-очень красивый, такой помпезный, а не все. Странно в таком месте, но все-таки рядом Воробьевы горы находятся, когда-то там был скверик одно время, ну, потом пошел дворец торжества. Затем мы пересекаем Сетунский мост, как раз через Укусие реки Сетунь, вот здесь, как раз за Сетуньским мостом, река Сетунь вливается, да, впадает в Москву, Москварик, в реку Москва. Мост был построен в 1553 году, ну, и, соответственно, для 350-м он был реконструирован. А дальше, с правой стороны, находится страшное здание, полуродворившийся, это бывший экстрементальный завод душистых веществ по ГРМ-2, работал он, ну, формально, до 2013 года, может быть, производство до этого восстановилось, но в 2013-м он был обанкрочен, его обанкротил директор, который там пришел, провел махинации, сертифик, и так далее, но, в общем, представитель завод фактически был уничтожен, в том, еще в 2010-м году, но, по-моему, до 2013-го он еще как-то, по крайней мере, формально, вроде как работа. Вот, ну, у нас сейчас просто развалины старых зданий заводских, одно из них выходит непосредственно на шоссе, а некоторые другие там на заднем дворе, какие-то развалищие здания, ну, в общем, там и собаки злющие, что-то там вроде делают, типа автосервиса какого-то, естественно, охрана присутствует, поэтому, ну, что-то, конечно, можно посмотреть, но, естественно, я бы не советовал туда подходить, было, не станет очень хорошим. Вот, если немножечко мы взойдем, там на возвышенность, которая находится с правой стороны за вот заводом душевских веществ, бывшим заводом, да, то можно видеть туда вниз, там такой сильный обрыв идет, довольно крутой, и там видна сетонская крепость, где там тренируются всякие каскадеры, там скалолазы, разные, так сказать, там акробаты, актеры, ну, в общем, короче говоря, там разные профессии, да, там специально для них оборудован такой городок со всякими там приспособлениями для тренировок, разными стенками, там и так далее, вот, ну, и дальше видны там вот вдали сетонские проезды 1-2-3-е, ну, и всякие там разные, и сама, собственно, и долина реки Сетон тоже там просматривается, но дело в том, что там все очень сильно заросло, вот, конечно, зимой-то видно чуть получше, но там зимой все снегом запорушено, а летом, когда, в принципе, то, все цветет и пахнет, то там такой бурьянт, туда очень трудно пройти, вот, даже посмотреть, и хорошего вида не получается, потому что все одни заслоняются ветками, и, в общем, всякие там растения, там особо густая растительность на этом обрыве, в долине реки Сетон что-либо увидеть очень сложно, так что-то просматривается, где-то там отдельное строение, там, типа автосервисов, какие-то сооружения, вышел завод, даже, еще какой-то, может, там был завод, ну, в результате, там развалины, что-то страшное, забором страшным, вот, так что, конечно, видеть можно, но не советую, опять же, туда дальше идти, далеко, потому что можно сорваться, и, не дай бог, это можно закончиться очень-очень печально, тропок там никаких нету, практически, все очень обустроено, такое дело, дикое место, вот, и долине, естественно, там, только так можно посмотреть, с высоты, там, я, заветка, ну, лучше туда, не ходить, не рисковать, ну, вот, а дальше, собственно, такие вот, дикие места заканчиваются, и мы видим, построенный новый жилой комплекс, Воробьев дом называется, под номером 4, он состоит с трех корпусов, этот жилой комплекс, от 5 до 16 этажей, построен был всего год назад, в 2017 году, в 2017 году, но это, собственно говоря, единственные жилые дома, на этом шоссе, ну, притом построены совсем недавно, да, это вообще никаких жилых домов не было, вот, ну, и дальше, соответственно, еще мы видим, два объекта на этом шоссе, идет офисное здание, под номером 6, двухэтажное, это бывший станок инструментальный техникум, ну, и еще идет строение, академии внешней торговли, под номером 8, четырехэтажное здание, когда-то была школа, обычно, но теперь, академия внешней торговли, причем, суть по всему, академия, так сказать, там, поэтому, много студентов тусуются, около ограда постоянно, и всякие там разные люди приезжают сюда, и так далее, сейчас на дорогих машинах, ну, несколько тижних, понятно, воробьевый город, вот, ну, и, видно, академия живет хорошо, внешней торговли, так же, там, сейчас идет строительство, еще пристраивать новый корпус, старому, там, дошло два корпуса, еще пристраивать еще один корпус, новый, современный, ну, и все, и дальше, собственно, мы выходим на такую, круглую развязку, ну, не совсем круглую, но развязка, о которой я говорил, дальше продолжает, а слева отходит улица Косыгина, ну, что ж, я бы рекомендовал приехать на это шоссе, в принципе, посмотреть, красивые виды открываются, испробируют, ну, прежде всего, стороны, заказник долины реки Сето, не Сето, не Сето, не Сето, не Сето, не Сето, какая она небольшая, по сравнению с Москварикой, сравненной, да, берегкой, хотя ведь это, фактически, устье реки, то есть, самой широкой части, и то она не очень большая, так она же совсем маленькая, такие обраги занимают, обычно, большие, ну, а речка сама, не велика, ну, и так, в общем, посмотрите, это довольно красиво, довольно такое живописное шоссе, хотя, конечно, движение по нему тоже довольно интенсивное, вот, стоит новый комплекс, Воробьев дом, красивый, вот, бывший завод душевских веществ, который уж наверняка снесут в скором времени, что-то там, наверное, построят на берегу речки с этими, да, ну, кстати, дворец торжеств, так что, есть что посмотреть, кто хочет на автобусе, кто, так сказать, метро Воробьева гора, Литийская, на автобусах, кто в 19-м, на 205-м, на троллейбусе 7-м, можно, проехать по этому шоссе, ну, оно небольшое, поэтому, естественно, и автобус, и троллейбус, они, его полностью проезжают, потому что, такое представление, тоже можно получить. Приятных прогулок, и до новых встреч, на этом сухом. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,